здравствуйте друзья у нас вопрос тут задает человек задает он его в интересах другого человека и вопрос этот такой что вот женщина ей светит 63 года она эмигрирует в сша и по-моему даже замуж выходит такого плана она выходит замуж но она полна сил энергии она такая работница активистка там она инженер ну то есть вот человек вот понимаешь как бы по всем параметрам вот кроме возраста то есть может быть там можно рассматривать крана на 20 лет моложе ваш вот как бы по задору по такой но в каком-то смысле а мы сами такие со всеми со всеми искать вытекающими отсюда оговорками ну тем не менее значит как ты считаешь может быть там переключиться на дорогу давай тоже в салоне может быть темновато давайте друзья будем смотреть на дорогу красивый такой горный хайвей чик и и вот женщина как бы в таком раздрая потому что с одной стороны она понимает что ей все-таки не 43 а 63 и что может быть не надо и как-то лучше как-то угомониться не рыпаться и и но она говорит на что же я поеду но вот я мне хочется мне хочется того и хочется сего и у нее еще и английский не бог вести вот как быть человеку вот чтобы мы посоветовали что когда она выходит замуж совсем то же самое как человек просто так приезжает просто приезжать то понимается что нужно еще как-то себя содержать обеспечивает свою дальнейшую жизнь и так далее так далее все-таки замуж мы не знаем она выходит замуж за русскоязычного человека или за американцем учу про эту сторону не знаю не знаю допустим допустим они замужества все хорошо все по любви и все за за полю любом там любовь паркорта все понимание и так далее то есть очень важно у будущего супруга выяснить если это американец это особенности важно с нашими проще как он вообще видит ее роль в своей жизни вот это очень важно потому что американцы бывают разные некоторые говорят там вот эти работают вы скажет нет давай варьи борщи и сиди дома и вот с работой а третье говорит мне нужен человек с которым можно поговорить компаньон то есть вот эти вопросы если это американский можно обсудить на берегу до того как решится по моему это из наших соотечественников они там 20 лет знакомых такого плата вообще тогда тоже люди меняются в миграции неплохо бы договориться когда же вариться как будет протекать дальнейшая жизнь дальше смотрите вот если у человека есть прикрытие в виде супруга материал материальная которая говорит прикрытие я имею ввиду которая говорит не волнуйся все будет хорошо я обеспечиваю да я беру на себя а ты что хочешь конечно есть обязанности гулять будем обед творить будем ну как как вот по-женски да да вот это тоже я заводил чего-то правильно вот как жена как жена как жена за мужский доллар опять же да не знаю но я не отнимаю дело но вот что значит да так вот я если а просто и так что материальная сторона здесь не фигурирует да твоя ситуация значительно упрощается потому что можно приехать можно тусоваться можно изучать английский язык можно найти знакомых и вести в общем-то вполне полноценный если хочется работать да ну по его хочется же нет но мы знаем что хочется если хочется работать инженеров 63 года мне трудно поверить что найдется какая-то компания которая возьму человек плохим языком в таком возрасте на работу да то есть речь не идет у меня большие сомнения у нас очень много знакомых нашего возраста которые после проработали в америке и они говорят что с возраста как ни крути они хотят вот там человек который вопрос в интересах женщины задает спрашивает вот не взялись ли бы вы такую женщину в тестировщике перековать это можно а дальше то что вот я говорю что у нас очень много знакомых которые не тестировщиками работы программистами и тяжелое на контрактах скачет и очень это еще это люди в старт 40 годами уже опыта американского поэтому я под эту область даже не совала совсем делом что женщине даже очень активны в общем-то легче найти себя применение чем мужчине у него больше спектр и и и интересов она может где-то с детками где-то она домашним хозяйством займется где-то на шопин сделать более приложимый и его она больше прилагательная света чем существительнее вот когда она прилагается к разным сервисам на заранее по-научному сказал да вот поэтому я бы если там с любовью моркови все хорошо то я бы конечно ехала такие абортики вообще может это уже вопрос не ехать не ехать она конечно едет вопрос в том в профессиональном плане что делал я бы профессиональный план не отрывалась потому что плохой английский плюс возраст является серьезным аргументом чтобы не тратить свои силы и потому что они пригодятся для другого может быть где-то можно сидеть с детками если вы хорошо детками а кстати сады детские востребованы вообще невероятно она может иметь свой садик маленько это просто работу большого до маленькие надомные сады это большая потребность в этом это правда не не хватает безумно потому что размазанная очень территория большая люди живут в одном месте работает в другом месте садик третьем месте хочется иметь садик в каждом городе но судья я думаю так что вот это на самом деле для человека который уже постарше это очень хлопотно и тяжелая работа это не каждый выдержит физически очень тяжело нет еще раз мы же просто рассуждаем да мы просто человеку некоторое направление где он может приложить свои усилия кроме того если например ваша супруг имеет недвижимость вы можете заниматься тем что вы занимаетесь этой недвижимостью сдаете и перестаете работаете с там жильцами и так далее то есть вот здесь это на самом деле очень интересная в свое время когда вы работали в индустрии обращала внимание что американцы вот возраста 60 лет их не найдешь в эти компании просто не было сейчас полно в наше время их просто не было не было но с другой стороны начинаешь смотреть чем люди занимаются это не значит что они 60 лет оказались за бортом ничего подобного кто-то из них вот мы видели одного дяденьку такого возрасте он жил в комьюнити из таунхауза и он в этом как только локально только в этой комьюнити он был остеет на макету довольно большая много было этих вот да то есть вот так день день через день там золик покажет кто-то обращался туда с целью купить или продать послушай не знаю что я хочу сказать что если действительно женщина инициативно то никто рилы стоит это великая область потому что подожди 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 но она может с соотечественниками работать мне не надо если услышь меня там есть возможность работать и лицензируем ничего страшного она прекрасно сдаст лицензию и она может работать столько часов сколько она выдерживает уровень энергии там есть куда деть энергию ну скажи ну давай я я зарил остык вот я двумя руками чтобы она рассматривала не обязательно идти пойти профессию какую-то да техническую для того чтобы самореализоваться здесь очень много людей возраста 60 плюсом которые реализуются самых разных областях я привела этот пример просто как пример пример очень классный но пример таких может быть очень много на самом деле она чека по сторонам глядится да он может быть я делал том что русской комьюнити есть группы на фейсбуке кто-то например готовит продает готовую еду да вот такой бизнес кто-то шли вот он делает утренейшем сдачу чуть-чуть потому что если себе применение можно для деятельного человека если вернуться к той теме что ты откуда ты начала что если она материально не так сильно зависимо чтобы там именно работать там на любые деньги но именно работать то волонтерских возможностей просто миллион абсолютно просто миллион за самореализации то есть чтобы быть среди людей чтобы чувствовать себя востребованными делающим что-то такое общественно важное полезное миллионы возможностей в той же самой русской комьюнити там или например с американцами заодно и за знакомишься и английский подойдет и знаете какие-то социальные какие-то там связи как появляются и так далее главное что главный позитивный настрой и не как бы сказать не завышать свои ожидания вот это очень важно потому что среди наших знакомых есть такие люди которые привозили себе жен из украины и жены типа приезжали туда ну во-первых сам жених когда приезжал туда в украину ну он такой вообще крутой там профессор все вот и у женщины были очень завышенные ожидания она думала что она сейчас приедет и будет там дворец какой-то у профессора у профессора у профессора скромный кондоминиум двумя спальнями и что-то ей как-то показалось что ей что-то не додают так вот в этом смысле ожидания они должны быть очень большими то есть вы должны быть благодарны что вот так вот судьба повернулась что у вас случилось любой что у вас все замечательно и очевидно расчет вас приглашать на чего материальный уровень позволяет взять на себя этот расход со своей стороны у вас не должны быть ожиданий что это будет дворец какой-то или что-то такое может быть там уже может быть он уже знает что будет но я давай может быть тогда вынырну еще в разных разочек в тестирование поскольку мы как люди люди тестирования мы можем немножко больше сказать на эту тему если бы я думал вот о такой женщине которая занимается тестированием я бы ей советовал заниматься тестированием на таких узнаешь платформах краудсорсинговых таких как ютест например да это не только ютестом еще может быть есть парочка то есть ты сидишь дома и ты берешь проектики и ты не зарабатываешь миллионы но ты зарабатываешь может быть там пару тысяч в месяц и ты при этом работаешь там четыре-пять часов в день и ты решаешь когда тебе работать и на каких проектах работать может быть ты месячишка вообще ничего не возьмешь а потом возьмешь побольше вода возьмешь поменьше то есть как бы именно вот таким self-employed таким из дома работать и вроде бы ты и занят и и какую-то денежку зарабатываешь и в то же время у тебя сохраняется свобода в выборе времени места там и так далее как скажешь язык нужен язык нужен язык нужен и без языка туда не попадешь потому что все таки даже даже проекта тебе давать ну конечно надо багре порты писать но если она деятельная и у нее инженерное мышление она легко подхватит профессию то есть профессии тестировщик также ну на том уровне на котором люди пару тысяч зарабатывают в онлайне там нет ничего такого чего она не может освоить а то есть корпоративная среда я бы сказала что не для 60-летнего человека безусловно в офис ходить в офис ходить да а вот такие вот вещи да как салфан будет замечательно любое в любой области где вы себе найдете применение я хочу сказать что вот есть я замечаю что популярно например среди иммигрантов от блогеров очень ими очень популярно вот он так приезжает вообще не знает чем заняться то есть он как бы в америке у него нет занятия американского он можно сказать в америку еще не приехал но он деятельный он живой он вот как то вот что то такое там на местности освоил и он начинает помогать осваиваться другим иммигрантом а он его встречает в аэропорту он привозит его там в апартамент комплекс он садит его в машину и развозит там в офис social security в школу для деток показывают ему там какой-то шопинг как надо делать и так далее он может быть заработает за год там не не бог видит что там 20 тысяч заработает но он при деле он в таком как бы сказать социуме то есть вокруг него много людей он чувствует что он что-то полезное делает вокруг люди которые ему признательны которым всегда можно позвонить которые так далее то есть создает вокруг себя вот эту среду это же тоже можно делать продать и для этого не нужно быть инженером а допустим там еще кем-то профессионально но достаточно просто быть вот человеком которому хочется чем-то себя занять и так можно то есть я бы на месте вот этой женщины причем просто не она задает вопрос задает человек который как бы за нее переживает вот я бы на месте этого человека тогда скажет так за нее не сильно переживал потому что возможности у нее будет очень много ее муж наш соотечественник давно живет сша они там знают друг друга 20 лет или там больше лет и так далее соответственно он тоже наверное здорово разбирается в том ну в том мире в котором он живет у нее есть проводник друзья у кого из нас есть проводник когда вот вот приехал который тебя за руку ведет пост по жизни который там 20 лет живет стране она не она неплохо как сказать обустроенной у нее схвачен у нее схвачено поэтому я думаю что может быть повтори повторяю резюмируя то что сказала светлана до этого когда у человека есть энергия и когда у него есть желание он не только без дела не останется да он еще и денежку куда заработает и и будет очень востребован и вот будет жить такой жизнью востребован человек правда все пожелаем успехов тому кто задавал вопрос женщине которая нашла свою любовь и так далее едет в сша давай уже просто к этой теме что давай у меня в стриме был аналогичный вопрос но там ситуация была сложнее гораздо тому же мы которым уже по 63 года собрались эмигрировать причем я сейчас уже точно не помню у них нет грин-карты попали к берешь и вот они задали вопросы я наверное как-то очень скептически к этому отнеслась потому что 63 года понимать трудно трудно время разбрасывать камня есть время собирать это если люди конечно уже все им там надоело настолько что они горят их вот поедет должен быть какой-то план действий но вот уже сейчас обсудили что в корпоративную среду уже в таком возрасте улица в общем-то сложно а у них еще разрешение на работу нету поэтому вот просто к теме 63 лет если у тебя есть что сказать на эту тему жена вдвоем они ничего не писали про английский язык я бы тогда может быть отдельно потому что из из того вопроса о котором ты сейчас говоришь из стрима я бы вывод очень интересный сделал и сильный в завершении этой темы как на которой мы сейчас именно говорили и вывод это такой что вот есть люди которым по 63 и ни один из них в америке не живет ни один из них по-английски толком не говорит ни один из них не способен другого обеспечить материально понимаешь и да и насколько насколько все-таки ситуация вот у нашей героини получше будет правда вот поэтому давайте пожелаем им успехов конечно вот и пусть все будет хорошо а